Всем привет ребятки! И ко мне в руки попала замечательная снайперская винтовка SR-25. Я познакомился с данной снайперской винтовкой еще 3 месяца назад, ровно в тот день, когда вышло новогоднее обновление. Я тогда активно играл на PSG-1 и активно играл на SR-25. Посмотрел, что урон у нее 40, и очень-очень нам не нравилась эта снайперская винтовка. Я подумал, что если ее прокачать, то скорее всего там будет 50 урона. Я подумал, что после третьей прокачки будет 50 урона. Ну, я немножко ошибся. После третьей прокачки, сколько тут получается, 44 всего лишь урона. Ну, я думал, что 50. Ну, ладно, потом, значит, появился официальный сайт. Я зашел, посмотрел тут характеристики и увидел, что только после пятой прокачки урон равняется 50. То есть, чтобы мы могли ваншотить с одного выстрела в голову. Да, ваншотить с одного выстрела, это одно и то же. Вот. Прокачал недавно полностью на урон, вот, на 5 квадратов. И, значит, просто решил, что эта пушка, наверное, самая крутая в игре, круче винторезов. И пошел с такими мыслями в наш рандом. Вот. Там, значит, выбегал на винторезников. Думал, сейчас быстренько всех-всех-всех поубиваю, но что-то, что-то не то. Вот. Меня все время убивали. Куча просто что-то винторезников попалась, когда я на Баррете играл. Столько не было винторезников. Вообще не знаю, из-за чего это. Ладно, мы сейчас к этой теме вернемся. Давайте посмотрим стартовые характеристики и после прокачки. Стартовые характеристики. Урон 40. Скорострельность. В игре, значит, написано где-то 8-8,5 квадрат... Ну, да, там таких квадратиков. По ним можно сказать, что это примерно 8-8,5 темп у нас. Но на официальном сайте написано 2,5. Я не знаю, что это за косяк. Не может быть 2,5. 2 это у PSG-1. Так, тут у нас на SR-25 даже разработчики дали комментарий, то, что стреляет данная снайперская винтовка примерно как лошадь при галопе. Или все, как они копыт при галопе. Ну, не может быть здесь темп 2,5. Тут минимум темп где-то аж... Даже не 6-8, да, где-то 8. А то, наверное, и выше. Вот. Обойма 20. Просто офигительнейшая обойма. 20 патронов по 50 уронов в топе. Это просто прекрасно. Вот. А в стоке 40. Запас 140 тоже прекрасный. Патроны у меня, например, еще ни разу вообще не заканчивались. Хотя я последние 3 где-то дня очень-очень активно играл на данной снайперской винтовке. Дальность 100. Маленькая дальность, но мы о ней еще поговорим. После прокачки 50 урон. Обойма 25. Запас у нас 260. Цена данной снайперской винтовки 65 монет. И прокачка вместе с ее покупкой вам обойдется в 294 монетки. Да, очень дорого, я знаю. Но я вам ее не советую прокачивать. Сейчас расскажу, что прокачать желательно, что не надо прокачивать. Ну давайте начнем с урона. Стоки у нас 40, в топе 50. Это я уже, наверное, говорю третий раз в этом обзоре. Прокачка, значит, в топе нам 50 урона дает. По-моему, замечательно. Но нифига. Я тоже думал, что 50 урона это просто замечательно. Ваншоты в голову, с двух выстрелов в тело при такой скорострельности. Это просто, наверное, имба должна была быть. Но разработчики немножко ее, видимо, баланснули. И сделали не супер-пупер. Короче, она пробивает укрепленную броньку. Очень большие проблемы с укрепленной броней. Я стрелял по одному пацану. У него, походу, была укрепленочка. Я по нему раз стрельнул, не пробил. Два то же самое, три то же самое. Четыре стрельнул. Нанесся ему урон. Ну и я же думаю, сейчас пятым выстрелом наконец-то его добью. Стреляю. И нифига. И нанесся урон, мне показывается. Но пацанчик дальше побежал. Ну и, видимо, он убежал и выжил. Еще и нагнул кого-то. Я не знаю, что это было. И частенько у меня такое бывает. Видимо, не всегда проходят эти 50 урона. Хотя я полностью прокачал свою снайперскую винтовочку. Это и СР-25. Далее. Обойма 20 патронов вам с головой хватит. Не качайте. Тем более, очень-очень дорого. Это 25 прокачать. Ну, нецелесообразно. Запас то же самое. Стоки 140, в топе 260. Это на 120 патронов у вас будет больше. Вам 140 хватит просто за глаза. У вас еще и останется. Если вы там сделаете плюс 10, плюс 15, у вас еще и останется. Патронов где-то, может, 30. Ну, короче, еще где-то на пятерых, а то и десятерых. Вот, смотря кто как играет. Не советую, то есть, я вам вообще ее прокачивать. Можно урон. Но, опять же, я вам только что рассказал, что проблемы с укрепленочкой. Честно вам сказать, когда я прокачал данную снайперскую винтовку на 5 квадратов урона, по моим ощущениям, вообще ничего не изменилось. Что я вообще ее не прокачивал, что полностью прокачал. Ну, ничего не изменилось. Я как убивал противников с 3-4 примерно выстрелов, так и убиваю. Очень-очень редко там какого-то там плеера, у которого ничего вообще нету. Единственное, что могу убить с одного выстрела в голову. И то, нужно еще попасть. А если там, например, у тебя окружили там 2-3 винторезников, то это не всегда можно сделать. С темпом, да, что-то накосячили. Не знаю, что это за фигня. В магазине один темп, на официальном сайте, точнее, другой темп. Что это за фигня, я вообще не знаю. Далее, дальность 100 блоков. Я же вам обещал про нее поговорить. 100 блоков, ну это вообще, честно сказать, смешно. Я просто смеюсь. То есть, тот же, например, к примеру, МГ-42, 80 блоков дальности. Да, или другая любая штурмовая винтовочка. Как бы снайпер должен сдалека больше играть. Если даже это и средняя дистанция, то это хотя бы от 110 блоков. Но здесь 100, что это за фигня. Даже у того винтореза 110 блоков. Или там 120, по-моему, 110, да. Например, бежит на вас МГшник, до него 100 блоков. Вы начинаете стрелять, он там какие-то делает маневры. Вы промахиваетесь, и он этими маневрами пробегает эти 20 блоков. То есть, до своей дистанции, с которой он может стрелять. 80 блоков до вас ему, и он начинает стрелять. И у вас при этом темп там 8, например, да, как я вам говорю. Ну, или как на сайте написано, 2,5. Как хотите говорить, я даже не знаю, как правильно. Он начинает стрелять. А у него при этом темп там 16,7, да, на МГ-42. Ну и все, вы поиграли. При этом у него урон в топе примерно такой же в голову, как и у вас. Раз-два кассочка за секунду уже слетела. Даже если она у вас укреплена, и все, и вас нет. Ну, то есть, вот такая вот фигня с этой дальностью. Даже в винторезе 110 блоков, хотя он намного имбовее, чем СР-25. Темп намного лучше, урон лучше, обойма. Ну, ладно, обойма, да, меньше, не спорю. Но зато дальность больше. Потом, что мне еще не понравилось в данной снайперской винтовочке. То, что, смотрите, я вам сравню данную снайперскую винтовочку немного с Барретом. А именно вот этот показатель. Точнее, этого показателя нету, я не знаю даже, как это назвать. Но, короче, слушайте, я думал, вы поймете. На Баррете. Идем, 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 идем. Видим бамс противника. Он бежит к нам сбоку. Точнее, боком к нам. Он повернут боком. Он нас при этом не видит. Мы быстренько сводимся. Бамс. Все, нету противника. Одно попадание. Один труп. Ну, вы знаете, я вам это говорил. По принципу, так играют на Баррете. Один выстрел, один труп. СР-25. Берем же мы СР-25. Та же самая ситуация. Противник к нам бежит боком. Он нас не видит. Мы стреляем. Раз. Ладно, попали. Ну, например, мы попали. Папсу крепленочка. Пацан слышит звук. Что за фигня? Ладно, стреляем второй раз. Ладно, мы, например, ее пробили. Нанес ему некий урон. Там не 50, ну, 35-40, например. Он моментально, если он скилловый, делает маневры. И исчезает куда-то. И все, что за фигня? И все, он вам потом каким-то образом вас может обойти и завалить, если вы вовремя не среагируете. Вот что мне не понравилось на СР-25. Конечно, толпы просто дебилов, аутистов бегают. Какие просто куда-то с одного РСПа на другой. Просто бежит какой-то дебил вперед, никуда не смотрит. Вы по нему стреляете, вы его всегда и можете убить. Но мне попадались какие-то разные имбы, МГшники, например. Достаточно у них, они скилловые бывают. Вот, у них есть мозги, в отличие от этих плееров. Вот. И бамс вы по нему стреляете. Или, например, баретчики. Баретчики, это вообще ужас. Они действительно очень-очень скилловые. Вот. Очень-очень бывает трудно убить баретчика. Потому что на барете, чтобы играть, нужны мозги, нужен скилл. Вот. Он у вас резко на вас смотрит, резко поворачивается и валит. И все. А вам, чтобы его завалить, нужно еще выстрела где-то 3, может 2. Ну, короче, хоть и темп позволяет, но, поверьте, бывает достаточно трудно попасть. Когда вот так вот у тебя уже руки трясутся. Когда ты там пытаешься на этот обзор записать. У тебя там уже плюс 10. Вот так вот руки трясутся. Мокрые, потные. Мышка вот так вот себе скользит. Короче, ужас какой-то. Бывает, конечно, такое. Вот, в принципе, и все. Замечательная снайперская винтовка SR-25. Ничего я про нее не могу, конечно, плохого сказать. Только вам могу сказать, что покупайте. Ну, вот я вам, в принципе, и рассказал по прокачечке. Что качать, что не качать. Что надо, что не надо. Это мои, например. Все, что я вам рассказал, это мои ощущения. Все, что я видел. Все, что я почувствовал, когда играл на данной снайперской винтовке. Не нужно писать в комментариях, что я какой-то нуб. Что я не могу там попасть по противнику. Но это я лично так играю. Лично мое такое мнение. Обязательно приобретайте SR-25. Замечательная снайперская винтовочка. Можно играть на уровне обычных штурмовиков. То есть, как на уровне того же РПК, СВАЛа и других. АУГа, например. Подписываемся на канал. Ставим лайк и вступаем в мою официальную группу. Ссылочка находится в описании. Вступаем в группу блокада Photoshop BP. Также ссылочка находится в описании под роликом. Ну и все. И на этом я с вами прощаюсь. Ждите следующих обзоров. Будут дальше, в дальнейшем, различные интересные рубрики. Все. Удачи вам на полях сражений. Меньше вам винторезников и МГшников. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok